Освоить ремесло, которым занимались бабушки и прабабушки, не так и сложно. Было бы желание. Мелинда Кагуева, как только увидела в соцсетях объявление о наборе в группу по валянию войлока, пошла туда, не задумываясь. Мне всегда было интересно, как вот эти ковры делали. Дома был такой ковер большой, и у бабушки был. Я удивлялась, как они могли, не имея таких технологий, как сейчас, подобное делать своими руками. И у меня даже был такой страх, что вот это ремесло, оно утратится, и дальнейшие поколения, они даже не будут знать, что это такое, что такое было, и как вообще это делалось. Я с большим восторгом решила, что я запишусь. Я записалась, мне потом пришел твердительный ответ, и меня добавили в группу. Мадина Бачаева, еще одна участница проекта, тоже когда-то мечтала о кейзе. Сначала хотела купить, но потом решила научиться создавать их своими руками. И благодаря одноименному проекту, отчетам об успехах которого и служит эта выставка, ее мечта сбылась. Сейчас я читаю различные статьи и книги именно об орнаментах. И хочу, после прочтения всех книг, какие нашла, заняться именно старинными орнаментами, не вкладывая в них сильный смысл, который вкладывали наши предки, но просто, чтобы сохранить их не только в книгах на страницах, но и в реальности, чтобы их можно было увидеть. Я попытаюсь постараться это и сделать. Проект «Кейз» был реализован благодаря гранту от Росмолодежи. В его рамках более 30 девушек обучились разным техникам валяния войлока – и мокрой, и сухой. А желающих попасть в проект было значительно больше. Изначально проект был направлен именно на то, чтобы популяризировать и сохранить карачаво-балкарскую культуру, так как через ремесла мы передаем историю нашего народа. И когда мы рассказывали о сути, о идее проекта, то есть многим это откликнулось, так как это действительно острая проблема, и молодежь, к нашему большому счастью, начинает все больше и больше возрождать былые традиции, былые ремесла. Выставка работ участниц проекта органично дополнилась мастер-классом по сухому валянию войлока. А посмотреть на их работы можно будет до 17 ноября включительно.